Мой первый совет по тому, как выглядеть всегда блестяще, следите за своими аксессуарами, будто вы заключенные Алькатраса. Когда вы отправляетесь в тур по Алькатрасу и попадаете на кухню, обратите внимание, как они хранили свои ножи. Этот белый ящик упрощает этот процесс. Первое, заключенные знают, какой нож куда надо положить. И второе, это вести учет. Охранники знают, что если не хватает ножа, то возможно ночью кого-то не станет. И как это все применить к себе. Господа, когда вы хотите выглядеть хорошо и с иголочки, вам необходимо знать, где находятся ваши аксессуары. Вот вам пример. Однажды я никак не мог найти свои часы, а потом я их нашел в кармане пиджака. И как бы да, это не их место. И из-за этого я не смог снять видео про мою коллекцию часов, в то время как остальные часы хранились на своем месте в коробках для часов. Поэтому, парни, используйте силу коробок. Это может быть коробочка для ключей или органайзер для украшений. У меня даже есть маленькая кожаная коробочка для новых шнурков. Далее, в экстренной ситуации у вас под рукой всегда должен быть набор с предметами гигиены. В машине, в офисе. Это не обязательно должно быть что-то модное. Это может быть простой пластиковый контейнер. Суть в том, что в нем есть те вещи, которые могут вам пригодиться, когда у вас будет какая-то непредвиденная презентация или вы задержались допоздна и вам надо будет привести себя в порядок утром. Что я держу в нем? Обычные вещи. Легкие и освежающие духи, которые подойдут для офиса. Расческа и крем для укладки, чтобы привести прическу в порядок. Если у вас нет волос, тогда может пригодиться крем для бритья и бритва. Щетка и паста для зубов. У меня тут еще есть увлажняющий крем для тела, потому что зимой у меня часто сохнут руки. В общем, в нем должно быть то, что вы обычно использовали. Да, это будет стоить пару лишних долларов, но это все окупится. Давайте теперь поговорим о сумках. Господа, прокачать вашу сумку – это самый простой способ выглядеть более стильно. Это красивая сумка, так? Представьте, что вы идете в зал с такой сумкой. Насколько прокачается ваш стиль по сравнению со старой матерчатой сумкой, которая у вас уже много лет? А вот на что стоит обратить внимание. Первым делом – это фурнитура. Она должна быть цельной без всяких трещин. Многие компании экономят на этом. Я смотрю на кольца и на заклепки. Заклепки укрепляют швы. А это следующее, на что надо обратить внимание. Это швы. Прошито ли все по линии, используется ли качественная нить, есть ли торчащие нитки. Вот на что стоит смотреть, чтобы купить хорошую сумку. Ну а вот следующий совет требует изменения ваших привычек. Большинство мужчин после того, как что-то носили, просто убирают это в шкаф. И говорят себе, что почистят туфли или пальто, когда будут надевать его в следующий раз. Но знаете что? В следующий раз у вас не будет времени, чтобы этим заняться. Поэтому вам надо почистить туфли, куртку и прочие такие вот вещи сразу после того, как вы их сняли. У вас должна быть четка, которая применяется только для того, чтобы сбивать пыли, всякую грязь с обуви, которую вы только что сняли. И у вас должен быть такой вот крем, который просто и быстро наносится на обувь сразу после того, как вы ее сняли. Это то же самое, как и полноценная полировка обуви? Нет. Это просто легкий защитный слой, который вы наносите, когда вам надо будет завтра надеть эти же туфли, и они были в полной готовности, и вы выглядели блестяще. Итак, следующий совет, это надо давать себе фору. Это время, чтобы подготовиться. Время, которое запрограммировано у вас в календаре, когда вы никуда не будете спешить и можете позаботиться о себе. Тридцать минут воскресенья утром, чтобы привести себя в порядок. Постричь ногти. Большинство парней никогда не покупали себе такие вот наборы. А я думаю, что пора бы. Но у них также нет возможности выделить немного времени, чтобы позаботиться о своих ногтях. Или уделить время тому, чтобы хорошенько побриться. Да, можно побриться за две минуты, но это будет не так качественно, если уделить этому пятнадцать минут. Приготовить хорошую пену, взять новую бритву и насладиться бритьем. Следующий совет, приводите вещи в порядок большой партией. Может, вы относите их в чистку или стираете сами. Когда я глажу себе рубашки, то я заметил, что намного проще погладить сразу десять рубашек. У меня также есть достаточно рубашек, чтобы они не закончились в течение недели. Поэтому, друзья, продумывайте такие вот моменты заранее и старайтесь все комбинировать. Потому что каждый раз доставать утюг может стать препятствиями, причиной, чтобы вы этого не делали. В итоге вы надеваете рубашку, которая вся мятая. Так что создайте себе такую систему и делайте сразу много одним махом. Так вы сможете выглядеть еще лучше. Следующий совет это сказать не от посредственности. О чем это я говорю? Я имею в виду то, что когда вы надеваете одежду, которая не делает вас лучше, которая вам не особо нравится. Представьте, что вы идете в красивый ресторан на свидание. А они подают вам блюдо, которое выглядит не очень аппетитно. То есть, они даже не пытались, чтобы это выглядело вкусно. Как вам такое? Понравится? Нет? Так почему же мы должны это надевать? Если вы ходите в зал по пять-шесть раз в неделю, зачем вы надеваете одежду, которая делает вас уродливым? Почему бы не надевать одежду, которую вы любите? Так что пора выбросить эту всю нелепую одежду и начать ее заменять теми вещами, от которых вы без ума. Когда вы начнете надевать такие вот вещи, господа, тогда вы прокачаетесь до совершенно нового уровня. Далее скажите нет посредственной обуви. Это очень тесно связано с нашим последним пунктом. Но я хочу отдельно поговорить об обуви, потому что это то, на что люди обращают внимание. Они это делают, потому что веками обувь говорила о том, насколько вы состоятельны. Так устроено общество. Мы смотрим вниз и делаем выводы. Вспомните старший класс в школе. Если у вас не было прикольной обуви, то вы не были крутыми. Ну так вот, это до сих пор работает, хотя мы уже и переросли все это. Но по-прежнему, когда вы надеваете хорошую пару обуви, люди вас могут остановить и сказать комплимент. Суть в том, мои друзья, если вы хотите почувствовать себя как рок-звезда, то и носите обувь как у рок-звезды. Итак, следующий совет. Многие об этом даже не догадывались. Это иметь свой особенный цвет, вокруг которого вы можете создать свой взаимозаменяемый гардероб. Скажем, сиреневый. У многих парней не так много вещей этого цвета. Но некоторые парни любят сиреневый. Они могут надеть сиреневую замшевую куртку. Они даже умудряются надеть сиреневую обувь или штаны. Так что, парни, найдите свой особенный цвет. Для меня это оливковый. У меня есть так много курток и пиджаков, в которых используются оттенки зеленого. Они присутствуют, даже в моей обуви. Я обожаю зеленый. Но суть в том, что он у меня присутствует в нужных пропорциях. Когда вы понимаете это, то можете использовать цвет таким образом, чтобы это выделяло вас среди остальных. Ну а теперь поговорим о соблазнах. Это знакомо женатым парням, которые работают в офисе, когда вы единственный парень среди 50 красивых девушек. Звучит очень опасно. Так почему же вы делаете то же самое с вашим гардеробом? Вы подходите к своему шкафу, там одежда с пятнами, одежда, которая вам не по размеру. Ребята, разберитесь с этим. Наведите порядок в шкафу так, чтобы каждый раз, когда вы к нему подходите, вы сразу брали бы подходящую одежду. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.